Ольга Седокова для меня в первую очередь, она поэт, и я попускаю сейчас все, что я могу сказать о поэзии Седоковой, и буду говорить о ней как о философе. Потому что есть такая философия, которая отвечает на вопрос, как известно, что мы должны знать, и многие-многие философы или социологи, которых мы читаем, там, Зигмунбаум, не знаю, Зижиг, Деррида и так далее, это вот как бы что мы должны знать. Есть такие философы, которые отвечают на вопросы, на что мы должны надеяться. Ну, в значительной степени это даже не философия, а это просто вопросы веры. И, наконец, есть такой вопрос существенный, что я должен делать. Ну, здесь собравшись, понимают, что я просто цитирую три вопроса Канта, на которые должна отвечать философия, что я должен делать. И вот эта философия, связанная с тем, что я должен делать, и ответ на этот вопрос, то, что в дальнейшем стало относиться к моральной философии, или к тому, что называется, вот активная жизнь, деятельная жизнь, или просто сегодня, вообще говоря, я даже затрудняюсь на уровне, от провод, кроме Седоковой, не беря ушедших от нас в последние двадцатилетия людей, которые были в советский период такими философами. Кого вы имеете в виду? В том числе и Алипс. В том числе и Алипс. Бибихин? Бибихин, конечно, да. Вот этот весь круг. И это, это, это философия, она устроена примерно следующим образом. Она сейчас подвергается очень сильной ревизии, и во многом она почему-то у нас воспринимается как такое советское самодумство, в некотором смысле философское. Но на самом деле это весьма-весьма укорененная, укорененная традиция, которая построена на том, что философ обращается к концептам очень высокой степени генерализации, например, к таким концептам, как жизнь, или живое, или мертвое, или дружба, или, скажем, искусство. И начинает эти концепты развертывать, как бы, с одной стороны, впервые перед вами, а с другой стороны, существенным является то, как он их контекстуализирует. Потому что, собственно говоря, высокий результат этой философии, этой деятельной философии, этой моральной философии, конечно, зависит от того, насколько выстраивается и правильная укорененность. Потому что, в противном случае, это может оказаться банальностью и не ответит на те вопросы, которые нас волнуют. Седокова, в этом смысле слова, безукоризненна для меня. Потому что не найдется ни одного профессионального философа, который мог бы ей вменить неправильную контекстуализацию. Идет ли речь, например, как здесь вы знаете, что, например, в трех путешествиях, в одном из путешествий, и внезапно она в связи с Лотманом вдруг пишет о дружбе, о дружбе, как именно аристотелевской дружбе, о дружбе, понимаемой очень и очень существенно на фоне более даже значимой вещи, чем любовь. Точно так же ее, скажем, ответ на вопрос о том, что такое искусство. Примерно был бы таким для сравнения, как ответ на Блок в последние годы его жизни, когда, скажем, его спросили, что такое искусство, и он ответил там тремя пунктами. Первый из которых заключался в том, что, если я буду учить такое искусство, то первое, что я могу сказать, что искусство – это то, что надо уметь делать. Это ответ, похожий на Каам, на… Это не ответ философа, который говорит о искусстве. Это вот то, что отличается от религии или от науки, или от других форм деятельности. Он сразу свой ответ устремляет в некоторый опыт, который, вообще говоря, если задуматься, он в такой ситуации как бы сакрализуется. То есть он начинает пониматься, как некоторые священные. То есть внезапно здесь культуре придается такое священное измерение. С одной стороны, оно связано глубоко просто с опытом ремесла, потому что надо уметь это делать. А с другой стороны, такой высокий градус поднимается, тайна знания об этом ремесле, что это уже и некоторая такая сакрализация культуры. Для меня в «Трех путешествиях» два есть ключевых слова, которые для меня связали их все вместе, и все то, что, как мне показалось, Седокова хотела сказать. Тут это два слова, они там и есть, собственно говоря, и на них поставлен акцент, они выделены. Это чистота и простор. Само выделение этих слов внутри, оно тоже обращено как раз к этой деятельной философии и к этому сложному описанию мира. Потому что что такое чистота и простор? И то, и то, и другое слово могут быть вставлены или транспонированы, например, в контекст философский, и там они будут иметь некоторые развертки. Они могут оставаться внутри пыльческой практики. Они могут иметь религиозный смысл. Потому что главная идея этих путешествий заключена в том, что мы отторгали в советское время, скажем, и отторгаем сегодня не политическую систему просто как таковую, скажем, и не какие-то практики насилия или практики лжи. Седоков предлагает здесь как бы сказать, что мы отторгаем что-то из-за его нечистоты. То есть существенным является загрязнение. Это загрязнение здесь и в своей знаменитом эссе о посредственности, она, конечно, дальше продлевает в идею посредственности, которая, собственно, является частью этого мусора, этого жизненного мусора. И может ли человек ответить на вопрос о том, как он различает, как происходит различение этой чистоты от нечистоты, от этой липкости. И надо сказать, что как мы не бьемся, и как бы мы не бились, как бы мы не бились вчера, позавчера, в советское время, сегодня, глядя на всю эту новую грязную пену поднимающуюся, выясняется, что никакого специального инструмента не существует. И в конечном счете это что-то вроде развлечения, дара развлечения духов. Культура воспроизводит определенную планку развлечения. И, собственно говоря, мы ее даже вербализовать не можем. Мы можем только указать, такой жест сделать и сказать, вот человек, который различает это. И его существование, этого человека, уже создает эту планку, эту норму. Никогда не удавалось утвердить норму культуры, иначе, кроме как глядя на человека. В этом смысле слова, говоря о Седоковой, я могу сказать, что мы находимся в ситуации, когда, скажем, Рихтер, условный Рихтер, он поставил себе некоторую задачу сыграть очень сложную музыкальную композицию, и делал это. И, возможно, соревновали. Но вместе с ним многие в этот момент стремились к этому. И ремесло напрягалось, и производило каких-то людей, которые пытались сыграть эти чудовищные по сложности пьес, которые требовали определенной культурной планки. Сегодня, в этом смысле слова, уже имеются только, на мой взгляд, отдельные люди, и вне мейнстрима, которые исключительно из собственной эмиссии пытаются штурмовать какую-то сложную музыкальную композицию, которая, в общем, уже не так востребована. И эта чистота, вот, собственно говоря, здесь у меня смыкается в сознании, то, что Седокова хочет сказать, и она сама, как ее культурная эмиссия. А что такое простор? Простор — это, конечно, неимоверно сильное слово, и оно очевидным образом, так же, как и чистота, противопоставлено, ну, скажем, политическому пониманию, простому политическому пониманию через слово «свобода», потому что простор — это и свобода. С другой стороны, это понимание того, каким является антропологический ландшафт, то есть как вообще, как должен быть устроен человеческий мир, потому что простор — это и простор не только простор ландшафта, как такового природного, но и простор человеческого мира. Обратным этому простору является теснота. Это теснота, в которой как раз и делается все довольно липким и затрубняющим первичное восприятие и затрубняющая, собственно говоря, речь. Ну, вы читали «Три путешествия», и у меня осталось еще две мысли. Прошу меня извинить за то, что я говорю долго, бессвязно и горячо. Конечно, путешествие в Брянск, оно понятно, например, мне, потому что путешествие в Брянск вообще меня изменило. Почему? Собственно, я несу с собой Волюа Седокова всю жизнь, потому что она для меня... Эта штука была для меня таким событием, которое изменило жизнь, когда мне было уже 30 лет, но дело в том, что когда я был 19-летним, я очень много ездил в командировки от редакции «Центральной газеты». И, несмотря на то, что это было крайне почетно, потому что это было так системно, но меня самого охватывало то самое, что артикулировано в этом путешествии в Брянск. Ощущение, как Седокова хорошо подозревает слово, мионического, мионического, то есть это сказать слово «небытие» это даже послабее, чем употребить это представление о мионическом, то есть это такое несуществование, ну уже такого аналога. В немецком и франциском в переводе они сохранили, мионическое. Потому что это такое небытие, которое носит такой последний антологический характер. Это все является... И вот это вот я не мог примирить в себе, значит, вот с одной стороны всю радость жизни людей вокруг себя, в Томске, в Пензе, в Омске. Я объездил очень много в то время городов, как бы, будучи совсем еще мальчишкой. И люди жили, и все это как бы там все кипело, все работало, как Хайдергер. Как бы, в чем проблема, все функционирует, так в этом и проблема, что все функционирует. Его знаменитый ответ Шпигеля. И вот когда я прочел «Путешествие в Брянск», то у меня как бы что-то прям упало из сердца. Я понял, что, боже мой, тогда я не одинок. Это только так и может восприниматься. Это просто такое небытие голоса. И путешествие в Тарту, конечно, также делается необычайно дорого любому человеку, который однажды, как я, в частности, пересек на автобусе, русско-эстонскую границу, из Петербурга ночью. С тех пор, как уже прошло момент событий 1993 года, которые здесь описаны, прошло 20 лет. Я в прошлом году пересек на автобусе. Это то же самое. То же самое, буквально. Вот. И замыкая свои слова, я хочу сказать, что есть такая претензия, такая претензия есть к Седокову, конечно. Нет. Невозможно, ну, все-таки, как бы сказать, не высказать, некоторую распространенную претензию, может быть, возразить. Говорят, что вот Седокова, она такая крайне, так сказать, герметичная. И ее философские тексты, как бы ее богословские высказывания, и тем более ее поэзия, она очень герметичная, и она даже, как бы, она такая рафинированная, и она не дается человеку просто. И, как бы сказать, можно услышать, что Седокова очень высокомерная. Очень высокомерная. Всю жизнь. Что мне говорят. Вот. Но мое взравнение, конечно, очень простое на это на все. Оно сводится к следующему, что независимо от сферы деятельности, если нечто начинает мыслиться как миссия, как такая, как действительно последний подвиг самураев, как стояние на культурном фронтире, это не может не быть, в каком-то смысле, не может не быть, не рафинирован. Потому что... Рафинированный значит очищенный. Очищенный, значит очищенный. В этом смысле слова... Рассчитанный же самурая, на самом деле. Рассчитанный, да. В этом смысле слова, конечно, вспоминается, скажем, Вячеслав Иванов, не этот, жил еще не не, а тот, я имею в виду, до начала 20 века, Иванов, который был в высшей степени рафинированным человеком, оказывая колоссальное влияние на окружающую, на окружающую культурную ландшафт, и... все-таки он и он, но уже, как бы, я не про него хочу говорить, а про Ольгу, что... жить возможно только по соседству с такими людьми, как Седокова, потому что невозможно жить вне ситуации, когда кто-то производит культурную норму. можно проявлять любые претензии, но то, что эта культурная норма действительно укоренена, и то, что это развлечение духа, для меня это является несомненным. И... в этом смысле слова для меня сама Седокова и сама она, и то, что она пишет, и в богословии, я читал многие ее выступления публичные, это и есть ответ на вопрос, что я должен делать, что я должен делать, как сегодняшний, ну, культурный человек, культурный деятель, а как я должен это различать, то есть, какая, какова моя ответственность за это различение. Вот что я хотел сказать, что будет, пользуясь с целью, с целью, с возможностью этой встречи. Спасибо, что вы меня выслушали, но они собрались слушать не только меня, я хотел завершить свое выступление уже вопросами, обращенными к Седоковой, но решил, что я не буду задавать вопросы, а просто задам сначала один только вопрос, все-таки расскажите нам что-нибудь про эти три путешествия вместе, вместе, как они. Я прежде хотела поблагодарить вас, потому что мне такое чтение доставило огромную радость, я, честно сказать, никогда не ожидаю, вот из-за того, что я привыкла к тому, что все скажут, что это герметично путано и так далее, что главное слово, которое никогда у меня не поставлено на главном месте, что его найдут, вот особенно слово чистота, конечно, это, это, ядро, наверное, всей этой мысли, о чем я тоже не сама догадалась, надо сказать, потому что, хотя я привыкла понимать, меня учили понимать, и я прошла довольно строгую школу таких людей, как Лотманы, Аверенцев и Бибихин, атмосферу, где, как говорил Аверенцев, ты должен сам себя переспрашивать и дать позволить переспросить другому, нельзя говорить такие вещи, которые ты на следующем шаге не можешь объяснить или защитить и так далее, вот, поэтому это был Михаил Леонидович Гаспаров, который тоже в своем роде был таким, вы видите, зимчистоты, по-своему, помнит, потому что его работа была много, работа такой очистительной, его работа по русскому стиху, и я ему сразу сказала, что это, как бы, поэтика нормативная, негативная, нормативная поэтика, то есть после того, как он написал вот такие метры, ими больше писать нельзя, то есть им давно уже было нельзя писать, потому что они превратились вот в эту бесконечную инерцию, но не поэты это поняли, потому что живой поэтической практики не было живого поэтического обсуждения, а понял исследователь, который показал, до чего все дошло, вот с таким-то ямбом, с таким-то амфибрахием, и так далее, то есть он как бы очищал пространство форм стихотворных, в частности. И в целом у него была такая задача очистить мысль, очистить речь, не от стилистически неловких выражений, а именно от недомыслей. И мне приходилось нелегко разговаривать с ним, когда он меня переспрашивал, я вас правильно поняла, дальше следовала какая-то интерпретация, я говорила, нет, нет, неправильно, он сказал, но вот сами подумайте, и разъяснил мне, что из моих слов другого, вы это сделать нельзя. Так что я иногда этого не выдерживала, и увидев, как он выслушивал какого-то человека, который явно плел, что попало, он ему не задавал никаких вопросов, и его не окорачивал, и не говорил, что тот неправильно употребляет некоторые слова. И тут я не выдержала, Михаил Леонидович, почему другим можно, а мне нельзя? Почему мне всякая лыка в строку? На что Михаил Леонидович секунду и незамедленно сказал, не всякое, каждое седьмое. Я все считал, первое семьи, потом говорю. В каком-то смысле вот это была большая школа мыслей и выражения. И, казалось бы, она должна была превратиться в опыт рефлектирования, но вот такого со мной не произошло. Я могу сказать, что собственные сочинения я не очень понимаю. Я отвечаю как бы за то, что я говорю, но я не могу писать, что это такое из себя представляет. И поэтому впервые я услышала, и это был действительно немножко тот подарок, который вы мне сделали, он чуть-чуть ослаблен тем, что меня об этом спросила французская журналистка. И она меня поразила совершенно, она не знала русского. Это дело было на французском телевидении культурном, где обсуждался как раз перевод, вышедший отдельной книжкой, «Путешествие стартов». И вот она, открыв книгу, зачитала. И ты говоришь, правильно ли я поняла, что чистота здесь центральная тема. Я ахнула и поняла, что она поняла правильно. И надо сказать, вот это тоже одно из горьких моих впечатлений, сравнение европейских своих общений со здешними, что у нас нет такой культурной журналистики, во всяком случае, не было. и там часто в Германии или во Франции можно встретить в качестве интервьюера человека, который тебя заставляет думать. Это очень интересно. И не будет тебя спрашивать, как вы относитесь к Борхесу, например, что у нас делают, и что еще, это вообще оскорбительный вопрос, на какой стадии нужно рассказывать, как ты, к чему относишься. Да, и вот это я к чему, что действительно для меня открывает чтение другого, очень многое открывает. И сама я во многом, в общем-то, следую за чем-то, в стихах, конечно, это с особой силой, но и в прозе, и в мысли тоже, как бы сказать, каким-то саморазвертыванием смысла. Я стараюсь только не сбить толк. Вот он развивается, чтобы я следила и не давала, как бы сказать, не то, что не давала, не вмешивалась, не вмешивала туда лишнее, что, в общем-то, нелегко, потому что форма этих путешествий внешне, это болтовня, а то мы осем. Как бы автор очень легко увлекается, его, он видит, там, статуи, будет говорить про статуи, и кажется, что все это ничем неорганизованный поток речи. И в каком-то смысле так. Но на самом деле автор, если за чем и следит, то только за тем, чтобы не сбить, чтобы оно куда-то шло, а куда, не очень ясно куда. Но только ясно, когда нету, да, вот такое вот впечатление. Вот здесь фальшиво, так нельзя, что такое правильно, в общем-то, сказать не могу, пока не кончится, да и когда кончится, тоже, в общем-то, скорее всего, не могу. да, да, значит, сам жанр этот возник совершенно случайно. Запись путешествий, я просто, у меня нет никаких способностей придумывать, фантазировать того, что нужно для художественной прозы. Я просто не могу этого делать, придумать героя, придумать сюжет. Я бы сказала, что тут у меня тоже какой-то этический запрет, я думаю, как это так, я буду говорить про какой-то там Иван Иванович подошел к окну. Какой Иван Иванович? Мне нужно правду говорить. Вот, и поэтому, между прочим, это относится и к стихам, потому что в стихах тоже нет фантазии, я вас уверяю, это может показаться какими-то совершенно странными его сочетаниями слов, но там нет никаких Ивана Ивановича, которые подошли к окну, нет никаких понятий, которые с чем-то реальным не соотносятся, реально для меня. Вот, и как бы чем случайнее, тем вернее, действительно тут это действовал, пастернаковский принцип, потому что меня просто попросили, да, я просто, надо сказать, люблю рассказывать, устные рассказывать, за столом, недолго думая. И вот, рассказывая, вернувшись из Брянска, я рассказывала о том, что я увидела, помнится, первому я о веренцах рассказывала, когда я сказала слово «ападион», он сел и сказал, «Оля, давайте помолчать, это надо пережить», слово «ападион». и, ну, и так, в общем-то, все это расходилось на разные рассказанные эпизоды, пока мне кто-то не сказал, ну, вот, запишите, просто по порядку все это. я написала, надо сказать, страдательной фигурой путешествия в Брянск, конечно, стал главный герой, музыкант, который меня туда пригласил, и должна покаяться, я ему не решилась показать произведение. Вот, и только через несколько лет, когда мы встретились, я так робко сказала, вы знаете, не называя ничего, он сказал, знаю, я пережил. И это, конечно, опасность несочиненной, non-fiction, опасность того, что ты рассказываешь то, что на самом деле, потому что оказываются героями твои близкие, знакомые, которые могут обидеться, неизвестно за что, вообще говоря, потому что я понимаю, что обидеться герою путешествия в Брянск есть за что, но почему он на меня обиделась Франческа за третье путешествие, вот это я не могу понять, у нас из-за этого произошла размолвка на целый год, она была просто оскорблена тем, как она выглядит в этой просе, хотя, на мой взгляд, она написана с любовью и доброжелательно, ей казалось, что это какая-то страшная сатира над ней, вот, и, видимо, когда переносятся в пространство повествования, и может быть, что-то происходит, с этими действиями, потому что не все же описывается, не все рассказывается, есть ситуация такая, как бы, сокращенная, сокращенного повествования, от того, что что-то вынуто, может получиться несколько странный, наверное, облик, и странная траектория действия, что ли, в общем, понять это трудно, но я могу сказать, что я стараюсь изо всех сил придерживаться приличий, и никогда о виденных персонажах не говорит того, что, ну, что, на мой взгляд, уронило бы их достоинство, потому что, как они воспримут это, это другое дело, да, значит, вот это возникло из устных рассказов, из устных рассказов возникло путешествие в Тарту, и это был критик Дмитрий Бавильский, которому я рассказывала это все, и поэтому ему и посвящено, он посоветовал мне это все записать, как сейчас помню, где-то там в Сибири мы сидели в аэропорту и ждали самолета, и вот от нечего делать я ему рассказывала эту поездку, да, и третье путешествие возникло из писем, это просто действительно письма, которые я писала Сардинии своим друзьям, так что то, что здесь адресат всегда был близкий, несочиненный тоже, как и этот самый Иван Иванович из биетристики, наверное, это тоже что-то определяет, то есть я рассчитываю, полагаюсь, когда это пишу, на понимающего и близкого человека, пишу, как писателя для неизвестного широкого круга, который того-то может не понять, того-то может не понять, таких вопросов я себе просто не ставлю, что из этого может быть понято или как понято, я говорю, как с другом, с читателем, какая между ними связь, между первыми двумя связь, по-моему, даже по мотивам какая-то очевидная, и там, и там появляется Бах, при этом между двумя этими эпохами, поздним, брежневским, таким предсмертным, можно сказать, брежневским, и началом, такого, не началом, а уже во всю разошедшем хаосом, который на месте бывшего Советского Союза закрутился, на самом деле видно, что произошло, если в первом рассказе никто из присутствующих не знает, что такое Гефсиманский сад, то во втором все стали уже такими благочестивыми, что путешественника выгоняют из монастыря, за то, что у него видны кусочки брюка с подпальто, вот это вот самый, наверное, сильный тандрас в этих двух повествованиях, что произошло, так скажем, с религиозной традицией так быстро, вот, третье путешествие, наверное, несколько в стране, но оно не забывает о первых, и очень остроумно Мара Маланова, я очень люблю ее стихи, я не знаю, знает ли здесь такой поэтесс Мара Маланова, она очень мало печатает, и стихи, и проза очень интересные, вот, она выступала на первой презентации путешествий, и она предложила эту схему дантовскую, которая, надо сказать, у нескольких потом людей вертелась в уме, что трехчастный мир дантовский, здесь каким-то образом воспроизвелся, что Брянск похож на ад, Тарта похожа на Чистилище, а Сардиния это такой своеобразный, конечно, но рай, тем не менее, вот, и как замечательно заметила Мара, что первые свойства рая, как идя след по повествованию, это тот, это умный начальник, начальник, который тебя уважает и делает все, что тебе было хорошо, естественно, я бы тоже этого сама не могла заметить, вот, так что, наверное, вот, можно, можно видеть в этом какие-то три, ну, конечно, очень сильные модифицированные дантовские ступени ада, Чистилища и рая, хотя я помню, что вот это совсем запрещенное путешествие в Брянск воспринимали веселее, чем Тарту, оно радовало тех, кто его читал в самой издате, потому что они говорили, что оно открывает какую-то надежду, вот, это интересно, хотя то, что там рассказано, куда страшнее всего, что происходит Тарту, где, можно сказать, уже ничего страшного, вот, а вот Тарту вызвало, наоборот, другое печальное впечатление у людей, что здесь говорится, что надежды нет, мне многие говорили, что им казалось, что это гораздо более безнадежно, и, наверное, это правда, потому что здесь подведен конец определенной надежды, может быть, раньше, чем к этому пришли другие, поэтому они не хотели этого видеть, что нет, вот этого, этого уже нет и не будет, что-то здесь было с самого начала неправильно, и что неправильно, вот, опять же, у меня никогда нет цели морализаторства, и, как говорил Аверинцев, который, в общем, считаю своим учителем, он говорил, что задача это мораль без морализаторства, потому что морализаторство аморально, вот так можно сказать, это неприлично, в этом есть неуважение к человеку, если ты ему будешь то, что называется по-русски читать морали, вот, но подрыв этого, если можно так задним числом говорить, подрыв этой надежды связан, я думаю, с тем, что действующие лица оказались, в общем говоря, предателями, что они смотрят, как на их глазах людей уводят, никто не пытается не защитить, не отступиться, это совсем не подчеркнуто, и, например, когда это вышел английский или французский перевод, они даже не заметили этой темы, что там происходит, вот, я думаю, что наши читатели должны были бы заметить, что происходит, что вообще-то не очень хорошо поступают спутники по вагонам, вот, ну, а третий, это тот мир, который для меня начался с 90-х лет, и в котором я провела не меньше половины 90-х и нулевых лет, это странствие по свету, это совсем другой опыт, который вот Елена Шварц, поэтесса, умершая три года назад, она называла это жизнью после жизни, когда мы с ней в Париже бродили, она меня спросила, вам не кажется, что это жизнь после жизни, и у нее есть очень сильное описание в какой-то прозаических заметках, как она летит впервые в Лондон, это вообще первое путешествие за границей нашей Родины, да, и она видит под собой очертания Лондона, и она тут чувствует, что все прошлое умерло, началась другая жизнь, потому что железный занавес был конститутивен, без этого наша жизнь просто немыслилась, мы жили вот в этом замкнутом, абсолютно замкнутом мире, о котором, собственно говоря, и горевать та замкнутость, которая была уж не принята, и замкнутом не только в том смысле чисто географическом, что никуда нельзя выехать, ну и в хронологическом тоже, потому что эта идеология, она отсекала у нас от прошлого, найти вот эти самые корни, о которых говорил Саша, это был огромный труд, и без таких людей, как наши учителя старшего поколения, которые здесь очень много проделали, чтобы разбить вот эту стену отрезанного прошлого, в конце концов, его тебе могли даже давать какими-то порциями, пожалуйста, почитай Толстого, почитай Шеллинга, но с чем это связывается вот в этой реальность. Вот здесь проделать дыру и ход, чтобы увязать, что мы живем в том же мире, где был Ишеллин, и Жанда, и Гетер, это не библиотека, это продолжение реальной человеческой цивилизации, вот здесь нужно было огромное усилие. Вот, так что это вот уже Европа, про которую я, ну и особая часть Европы, потому что Сардиния, это в общем-то можно сказать задворки даже Италии, а этим были задворки Европы, такой особый мир, и мне никогда, при том, что я так много ездила, мне никогда не хотелось писать заметок туриста и путешественника, мне нужно было, чтобы что-то случилось, чтобы об этом писать, потому что просто рассказывать, что я видела в Лондоне или там в других интересных местах, ну как-то я не вижу в этом собственность задачи, есть люди, которые могут так писать, мне это неинтересно, а что должно произойти, вот это тоже вопрос, что собственно произошло, мы ездили покупать шубу, но почему-то вот этот момент покупки шубы и оказался вот таким кристаллообразующим, вокруг него все закрутилось, ну вот здесь уже не обсуждаются на Сардине не обсуждаются какие-то путешествия, потому что это как бы другой мир, блаженная свобода от нас, как там сказано, там нас нет, вот, но потом оказывается, что, потому что у этих трех путешествий есть послесловие, послесловие это вот тот самый реквиум брежневский, с которого начался наш разговор, мы его переводим с Франческой, то есть в этом блаженном раю мы занимаемся переводом на итальянский язык вот этого самого, в общем-то, трагического сочинения и комментируем его для итальянцев, потому что итальянцам, конечно, это все мало должно быть понятно, но потом я поняла, что людям здесь это тоже может быть совсем непонятно многие вещи, и не только в том смысле, что новые поколения, молодые люди совсем не знают советского периода, оно как-то у них отрезано целиком и просто они там дальше не разбирают и в этом смысле я имею в виду на такую все-таки в культурном смысле авангардная молодежь, вот, это мне напоминает несколько ситуаций в Германии, на которые я слышала, как мои знакомые немецкие жаловались, старые, которых теперь уже на свете нет, как раз старше меня, те, кому пришлось еще каким-то образом быть затронутым нацистским опытом, что вот возникла такая замечательная идея благодать быть поздно рожденным, что те, кто родились позже, они как бы тем самым избавлены от вот этой ответственности, которая на всех старших ложится, а на кого как, им разбираться не хочется, поэтому все, что там было для них окрашено более-менее одной краской, и вот люди, которые там были в сопротивлении, не в каком-нибудь военном, антимашистском сопротивлении, а во внутреннем сопротивлении, допустим, как композитор Веберн или еще что-то, вот, они как бы погружаются во все это прошлое, которое просто решительно отрезается, потому что мы счастливы тем, что мы тогда не родились, и слава богу, это такая великая милость. И вот что-то такое происходит и со знанием нашим о советском времени, о новых поколениях. Я сколько раз замечала, что там просто ничего не различается, то, что нам казалось, само собой очевидно, совсем непонятно, как бы вес, позиции, отдельных фигур, отдельных смыслов. Вот. Вот это все. Я предлагаю дать небольшое слово Саше Маркову, поскольку он давно общается с Ольгой Седоковой, но это такой исторический момент, когда он может сказать экс-кафедра несколько слов, очень, но, Да. Я скажу, конечно, о жанре этой книги, книги, состоящей из трех книг, потому что чем отличается опыт, предложенный в этой книге, от обычных путешествий. Обычно путешествия пишутся, можно сказать, от полноты впечатлений, то есть путешественником обычно становится тот, кто прожил свою драматическую жизнь, кто в молодости был молод, кто рано созрел, для кого фактически все романы, которые могут быть, и все произведения мировой литературы уже осуществились в его биографии за краткий срок несколько лет, и он пускается в путешествие, чтобы не просто получать впечатление, но раздавать свои богатства. То есть, в некотором смысле, часто путешествие это такое расточение, это опыт редукции, в общем-то, европейского романного опыта, опыта притворства, опыта постоянной борьбы с собой, опыта исповеди и нового притворства, вот такое вот расточение в пространстве, где что-то, какой-то эпизод оказывается исповедальным, какой-то, наоборот, комическим, какой-то трагическим, и так далее. И поэтому путешествие часто читать, особенно поздние произведения в жанре так называемого травилога, часто неприятно, потому что видно, что здесь человек просто, так сказать, делится очередными своими запасами, как в супермаркете, где ты подходишь к какому-то отделу и больше не видишь ничего. Здесь же все построено прямо противоположным, здесь автор идет, наоборот, не от, так сказать, своего былого притворства и своего поспешного освоения, так сказать, опыта мира, а от действительно чистого, от нулевого опыта. В некоторой степени, если использовать выражение Ролана Барта, здесь не нулевая степень письма, а такая вот нулевая степень опыта, в том смысле, что этот опыт не знает притворства, не знает такого вот метафорического употребления слов, не знает возможности выезжать там на отдельных словах, на отдельных сравнениях и превращать там метафоры или те или иные житейские обычаи в сюжет, так сказать, ткань нового романа. Здесь человек, здесь, так сказать, повествователь, он приходит, как бы, он, можно сказать, приходит к письму и заглядывает за то, что может быть за этими строками письма. Как заглядывая за простой документ, за простое свидетельство увидеть жизнь? В чем-то это опыт похож на известные мотивы, там, снято, так сказать, видение через снятые крыши, но, так сказать, все эти мотивы, там, авантюрного романа, так сказать, или, там, известный, а-ля одной из сказок Андерсона, что будет видно, если снять крыши, снять стены и увидеть жизнь людей? Но это прямо противоположное, потому что видение жизни людей это всегда видение с какой-то там одной неизменной позиции. Это всегда вынесение суждений. Здесь же повествователь постоянно отказывается от суждений, потому что ждет суждений от самого мира. В некотором смысле, как он ждет суждений о том, как именно начнется новая жизнь? Как именно из простого, повседневного, бытового опыта может родиться что-то необычное? Каков может быть плод покаяния? Каков может быть плод прочтения? Здесь скорее жизнь здесь постоянно ставит такой эксперимент. Что произойдет, допустим, если будут книги прочтены? И, допустим, путешествие в Брянск это вот такой вот срыв, так сказать, просветительского проекта. Там срыв путешествия в Тарту это история вот такого вот срыва другого проекта, так сказать, что называется такой вот позднесоветской модернизации связанной со структуралистом. Но несмотря на то, что постоянно происходит срыв проекта, постоянно оказывается, что, так сказать, проект невозможен, что выстраивание, так сказать, некоторой, так сказать, системы непротиворечивых взглядов, там, система воспитания, система образования всякий раз срывается, тем не менее мы видим, что эти путешествия дарят очень большую надежду. И вот почему. Потому что это всякий раз, так сказать, заглядывание в то, не в то, что умирает, не в то, что проходит, а в то, что вдруг на глазах оживает. Оживает, так сказать, реакция, что кажется, что очень многие герои, это такие герои, оглохшие, ошеломленные ситуации. И неожиданно вдруг они показывают возможность, так сказать, ожить. Что бывает, что называется, если человек затронет, так сказать, письмо или телеграмму. Что бывает, если он опознает как что-то знакомое в чем-то незнакомом. И вот, конечно, можно очень много говорить о параллелях между этими текстами, потому что, хотя, конечно, здесь явные, явные ценностные уровни от Чистилища и Рай, но важно, что в этих текстах есть очень много интересных параллелей, в частности, то, как представлен транспорт. И вот, что действительно, допустим, путешествие в Брянск, это полностью, так сказать, история полного отчуждения. Несмотря на то, что, казалось бы, описывается позднесоветское время таких коммуналок, но постоянно описывается странная поездка на грузовике, поездка в поезде без спутников и так далее. Эта история, по сути дела, полного отчуждения и полного хаоса. Тогда как, действительно, машина Франчески в последней части, которая, по сути, оказывается общественным транспортом, таким веселым автобусом для всех, это прямая противоположность неожиданно в мире, так сказать, старой Европы и возникает, так сказать, настоящее, так сказать, настоящее общение, по видимости. Действительно, Франческа, может, на это обидела, что действительно ее мир стал похож в чем-то, так сказать, на коммунальную квартиру, в чем-то, так сказать, на такой веселый автобус, в чем-то на лофт, Но обижаться тут нечего, потому что это именно история того, как преодолевается отчуждение, как вдруг жизнь приходит на то место, где, казалось бы, должны торжествовать только частные интересы, там, где должна, казалось бы, торжествовать только частная биография. И вот я бы сказал, что в чем месседж, в чем вести этих путешествий, это прекращение частной биографии. Это в этих путешествиях показывается, что частная биография имеет свой предел, что в некотором смысле и не только все слова уже сказаны, известное, так сказать, выражение уже несколько десятков лет употребляется, все слова уже сказаны. И по этому поводу очень много есть рассуждений, весьма многословных, что из этого следует, что мысли невозможны, или следует из этого, что, наоборот, мы можем говорить обо всем безответственно. Но здесь как раз описывается в этих путешествиях ситуация не когда все слова уже сказаны, а когда, что называется, все биографии уже прожиты. И когда нужно искать надежду, нужно искать оживление, так сказать, после биографии, после, так сказать, своей биографической данности, после своей идентичности, которую так любят последние десятилетия. Что произойдет, если ты вдруг столкнешься с собой? Что произойдет, если ты сотворишь плод покаяния? Что произойдет, если ты окажешься в другом месте, в другое время, и вынутым, в общем-то, из своих привычных, в общем-то, пространствовременных ориентиров. Если ты вдруг, допустим, если ты вдруг из писателя оказываешься читателем, или книголюбом, или путешественником, или покладывателем мозаики, или проповедником, или если тебе приходится, так сказать, вести спор с самыми неожиданными людьми. Если ты оказываешься, так сказать, то наедине с монастырем, наедине со школой, наедине с университетом, наедине с древними цивилизациями, как в последней части, и уже разговариваешь со всей Средиземноморской цивилизацией. Что происходит, если ты вдруг оказываешься наедине с уже завершенным? Но завершенным не в том смысле, что ты видишь это в музее, разложенном по полочкам, классифицированном, в зависимости от страстей, что из-за этого симпатичность, то не симпатична. А буквально во вне музейном завершенном, так сказать, в мире, который, так сказать, после катастрофы, или наоборот, после, так сказать, после самопознания. Мире, который готов предстать на суд, или мире, который, так сказать, уже свершил суд над собой. Что произойдет, если мы будем смотреть на прошлое, если мы будем смотреть на события не с музейным любопытством, не расклеивая ярлыки, не с любопытством архивиста, не выискивая свои страсти и интересы, а смотря это как на то бытие, которое вдруг обратилось к нам, которое вдруг задало вопрос, а что ты здесь делаешь? И вот путешественник отвечает своим путешествиям, а я, вот что я здесь делаю. Я пошел туда, не знаю, куда я принесу то, не знаю, что. Вот, и, конечно же, именно в этом смысле данное путешествие, конечно, это есть не просто призыв к новой жизни, а это есть точки, где, так сказать, новая жизнь уже началась, как в других произведениях, может быть, что здесь началось слово, что здесь началось преображение героя, что здесь там средствами, там, риторики создана какая-то новый этап жизни героя, а здесь создано само, так сказать, новая бытиня. Так, если бы я был бы слепым, если бы у меня не было бы речи, если бы у меня уже не имелось тактильных ощущений, но и только речь была бы доступна, я должен был бы, вот это такой мысленный эксперимент, который позволяет понять, что такое речь другого, как формирование, вот, то вот из этой чистой речи какой бы образ возник. Это настолько интересный мышленный эксперимент, который, а в моей жизни так и происходит, поскольку Седоков это один из тех говорящих, кто, собственно говоря, для меня является другим, как я сформирую, как я формируюсь постоянно. И то, как ее речь устроена, это именно вот такая речь другого. Ну, это я. А можно я еще ответить тоже на то, что говорил Саша, мне очень порадовала вот эта тема конца, который не конец, потому что вот это, я думаю, висит над всеми, как страшный сон, разговоры о конце, конце того, другого, смерть автора, смерть романа, и как бы дальше полная непроглядность. То есть, действительно, мы видим, что очень много кончается, но это совсем не значит, что кончается все, и путать конец привычных форм с концом света, я думаю, не нужно. И вот это моя любимая мысль, которая себе позволила достаточно моралистично высказать, но в другой книге, в «Апологии разума», что все говорят о том, что кончается, и пора бы подумать о том, что начинается. Вот, я бы никогда не увидела в этих путешествиях, если там то, что начинается. Вот, Саша как раз увидел. Ну, это мое постоянное внимание, мне неинтересно, что кончается. Если я вернусь к какому-то первой встрече с речью Ольги Седоковой, которая состоялась, когда я открыл журнал «Знамя», я не знаю, была первая публикация или нет. Да, в предисловии для Ивановича Ивановича. И как бы я открыл стихи, и я вдруг... То есть это были стихи другие, чем вот весь этот ряд... Была дружба народа. Дружба народа. То есть присутствие как бы живого поэта, говорящего здесь и сейчас, где-то рядом, и держащего, так сказать, речь, возвращаясь к вопросу о высокомерии, на такой высокой, так сказать, мере... Высокомерие — это просто высокая мера. И меня это поразило, что, оказывается, действительно, поэты бывают живыми. Да. Да. Очень много. Ну, вот это было такое острое первое чувство. Да. Лошади бывают живыми, не только рисованные. Что касается... Вы говорите, это очень сильное впечатление, потому что я помню, когда я в юности... была на прилиере какого-то сочинения Шостаковича. И я и до этого, конечно, слушала эту музыку, но вот и он там сам был, я его видела вблизи. Я помню потрясение, которое у меня было, не вовремя, что ты рядом, ну, так скажем, с гением, или, в общем, с каким-то человеком, через которого происходят какие-то процессы мироздания. Это, в общем, мне просто полагается быть близко с этим. А что касается путешествий в Брянск, мы вместе, как бы, одновременно читали с Сашей. И нам было уже действительно довольно много лет, но, тем не менее, у нас за плечами не было школы, у нас не было учителей. И мы были, на самом деле, подростки, которые продолжали себя еще мучительно искать свое место. И мы тогда издавали журнал «Параграф», сам издатский. И когда мы прочли, значит, путешествие в Брянск, то открылось, на самом деле, открылось какое-то место речи. Аналогия с тем, что изображено, того, что изображено в путешествии в Брянск садом, она, конечно, такая важная очень, на мой взгляд. И в этом аду оказалось место для человека, который может говорить. Способ, оставаясь человеком и не связываясь с теми большими страшными вещами, превышающими человеческую, так сказать, меру, которые нас окружали. И которыми были захвачены, так сказать, огромное количество людей вокруг нас. И в прошлом, и, как казалось, в будущем, на века. Это казалось, такая впереди была стена. И этот взгляд, и эта речь частного человека со своего места внутри этого ада, и при этом это было такое удержание, действительно, удержание того, что, ну, что значит быть человеком. Действительно, быть в культуре – это значит быть человеком. Вот. И несмотря на то, что мы сами ощущали себя, как бы, оторванными от культуры или к ней привязанными, какими-то, так сказать, такими, наспех связанными нитками самодельными, вот. То есть у меня тогда вот возникло ощущение возможности речи. И, собственно говоря, та интонация, которую мы пытались в этом журнале тоже удерживать, во всем, что мы писали, и в том, как смотреть на то, что происходит. Это восходит, безусловно, к этому вот очень острому тоже ощущению от этой речи. Вот. Но, опять-таки, возвращаясь к высокомерию, дальше, как бы, когда Ольга Александровна, так сказать, вот, пишет статьи, или сейчас держит речь, эта речь гораздо более строгая и собранная, и гораздо более, может быть, наполненная чистотой, чем, так сказать, эти путешествия, но у меня какое-то неизменное ощущение, эта высокая мера вызывает у меня ощущение стыда каждый раз, что я, как бы, я не могу соответствовать этому. И ведь это очень важно, что, там, в 88-м году действительно еще были живы, так сказать, людей, людей, которых можно назвать людьми, их было, как-то, по ощущению, много. Можно было ходить их слушать, можно было, так сказать, пытаться учиться этому пониманию, запоздало. А сейчас как-то, сейчас ощущение того, что простор, как бы, заполнен просто телами, и в нем все меньше речи. И вот я себя ощущаю, сейчас я перечитал вчера путешествие с огромным удовольствием, и, конечно, в путешествии в Брянск много смешного, я просто хохотал там в какие-то моменты, но, тем не менее, как бы, я вот подключился на каком-то, так сказать, миметическом уровне, осизвательном и, так сказать, телесном, к тому ощущению нахождения в том времени. Оно мне очень знакомо, но, конечно, оно уже, так сказать, немножко вытеснилось. И, как бы, это абсолютно актуальное произведение. То есть сейчас, когда ищешь эту речь, которую можно пытаться удерживать здесь, здесь и завтра, это какая-то гигантская проблема. Потому что изменилось и самоотношение и к слову, и к символам, и к культуре. И я вот по-прежнему ощутил, что вот эта строгость и высокомерие, в точном смысле слова, которое Ольга в своих статьях или вот в этой книге, например, «Апология разума», занимает, я себя ощутил каким-то партизаном или человеком, сбежавшим из концлагеря или, так сказать, сбежавшим из плена, например, и бегающим по лесам и в меру своих сил оказывающим сопротивление рядом просто с таким, с воином, с профессиональным воином. Вот. И ужасное чувство возникает, что, как бы, партизаны еще есть или вот эти бегающие люди, а воинов почти не осталось. И вот у меня такие свежие, свежие впечатления от перечитывания. У меня, Ольга Александровна, это очень современный, а в постнотернизме, я считаю, это именно современный метод освоения сложной реальности. Вот оно как, так. Это новый поворот событий. Итак, как относить к Бохесу все-таки? Что такое российский постмодернизм? Ну, придется. Как-то мне про это не хотелось, это говорить. Вообще говоря, совсем другая тема. А Ерофеев, Веня, был постмодернизмом? Вы знаете, в каком смысле? Под этим словом постмодернизм обычно имеет в виду нечто очень-очень характерное. Очень характерное, всем известное и надоевшее, во всяком случае, за границами нашего благословенного государства. Оно надоело всем уже до смерти. Потому что все знают, что такое постмодернизм, если какая-нибудь акция устраивается, перформанс, то все заранее понятно. Вариантов немного. Но если говорить другим образом, не связывая это, допустим, с автором этого термина, господи, как его зовут? Как я говорил, Саша, здесь очень важный конец биографии, конец поиска, но совсем не обозначает, что это конец. Потому что самый высокий модернизм это то, на чем я, собственно, росла. Это поэзия Эллиота, это поэзия Мандельштама, и последний из европейских модернистов это Пауль Целан. Вот этот трагический, жертвенный пафос модернизма мне очень близок, он, как бы сказать, внутри, но предлагается нечто другое. Но не в отмену, а в продолжение. Вот тогда можно сказать, что это постмодернизм. А то, что отменяет модернизм, а вместе с ним всю историю, вот такой вот ходовой постмодернизм, он даже, как бы, я бы сказала, вне модернизма, как его назвать. Ну, вот опять же, Аверинцев говорил, что это хронологический провинциализм, чего он очень боялся, и что, на мой взгляд, совладевает миром со страшной силой, когда все за пределами, там, недавно 20 лет, потом 10, потом уже 3, все это представляется каким-то постмодерфектом, к которому мы не имеем отношения. Почему? Потому что у них не было айпадов, а у нас есть. Все, это другая жизнь. Айпадов – это древняя история. И вот это все ближе и ближе сдвигается, и в конце концов, человек оказывается вне общения со всем, что, собственно говоря, человечество делало. Это ответ? Ну, это, по крайней мере, тезис. Хорошо. Глеб Павловский будет говорить какое-то слово об истроте времени, я бы так сказал, да. О быстроте. А именно. Это все равно, что об Орхесе. Или о муках слова. Я читал, признаюсь, Брянск читал безумно давно, и с тех пор не перечитывал. И тогда, когда я читал, это было давно, и мне из этих трех путешествий так получилось, я прочитал подряд третье. Хотя, казалось бы, оно должно было меня раздражать, но там был такой пир мелких деталей и мелочей, мелочей, которые погибают, которые потом уже в жалком виде существуют, бытуют где-то и забываются. Я не соглашусь с Сашей Морозовым в одном пункте. Я не спорю с Кантом. Я хочу сказать, что мне кажется, более важным вопрос скорее не что делать, а вот в контексте нашего разговора, в контексте этой книжечки, о книжечке, о чем именно не что, а о чем я должен говорить здесь и теперь. И вытекающее отсюда о чем я говорить не готов, даже если этого ждут, и даже если это будет принято я знаю, что это будет принято. То есть здесь вот это ответ на вопрос, что я говорю, что именно я говорю здесь и теперь. И, кстати, он порождает то, что я называю достойной речью, там, не знаю, благая речь. Я не знаю, у него формальных признаков нет. И, кстати, насчет крепких зубов в Десне это не всегда так. И, кстати, у автора не всегда так. Ведь иногда ты не имеешь просто даже, я думаю, очень часто ты не имеешь готовых слов. и, то есть, здесь ты должна быстро вырастить зуб, не всегда можно, и тогда появляется какое-то достойное косноязычие, то есть, какой-то слом своей же речи, который считывается, прочитывается и прочитывается правильно. Кстати, в третьей этого немало. Усердно, я бы сказал, косноязычие. Не знаю, я не претендую. Я хочу сказать, что эта речь, благая речь утверждает реальность и ей утверждается. И поэтому она рождает бесстрашие, а не наоборот. Это не речь от того, что мне не страшно, и я поэтому несу, что хочу. А это суждение само по себе может даже у робкого человека порождать бесстрашие, поскольку я в этот момент утверждаю реальное. И здесь высокомерие, о котором говорилось, это, я думаю, здесь интонация, потому что здесь появляется такая способность брезговать чем-то, чем вроде бы брезговать нельзя. И заранее, перед тем, как ты скажешь, ты не знаешь, чем можно, а чем нельзя брезговать. То есть ты знаешь в каком-то контексте, как ты говоришь. Ну, вот это появляется, твердая, я хочу сказать, что твердая речь, она появляется в результате вот этого странного выбора, о чем, совершенно субъективного, наверное, о чем мне сейчас и здесь судить. У меня не было ощущения, честно говоря, от Брянска, что, ну, тогда я просто принимал эту реальность мионическую тоже, как в каком-то смысле слова, богоданную. И у меня не было ощущения, так сказать, потери, вот, что это рассказы о потерях, хотя, конечно, это рассказы о том, что не переживет автора. Но вот эта книжка вообще дворянская, да, она дворянская. Это такое дворянство реального. И здесь нет плотного автора. Вот это я тоже очень люблю, когда нет автора, которого можно потрогать в тексте. Вот он и как бы вот он более реален, чем все остальное. Он как бы вот я зашел сюда, зашла сюда, вот эту. Причем и тогда не важно, куда зашла, да, а тебе ты видишь автора с картой в руках. это похоже на изучение вот у этого самого окулиста, этой таблицы. Прочтите нижнюю строчку. Вот это книги, по-моему, вот эта речь, которая действительно теряется, но она никогда не теряется полностью. Способность к рассуждению, мне кажется, она никогда, она может исчезнуть, так сказать, явленно, но потом она все откуда-то появляется, наверное, из вкуса говорить свободно. Я не знаю. Я в значительной степени согласен с твоим возражением. Почему? Потому что мы знаем, что Седокова очень хитрая. Ее можно с равной степенью возвести, как это делает, например, Марков, скажем, к антологической традиции, где бытие явлено в языке саму, так, и туда, куда ты сейчас возвел. Ты возвел к аберриутам на самом деле. Ты возвел на аберриутской традиции, к традиции такого блуждающего суждения абсурдистского, которое на самом деле не является абсурдистским вовсе. Почему он не является кандусским? Прости. Я вижу, что Фурман изумленно удивляется, потому что я говорю, я понимаю, что там что-то не то. Я передаю это были кантианцы, менее кантианцы. История по их французской истоке. Я думаю, что Александр Морозов не имел в виду какого-то хорошего, твердого слова, как старинного аптедиктум. Сказано так сказано, так афоризм. Конечно, не это имеется в виду. В этом смысле я думаю, может быть, во всем случае, между мной и старшими я чувствовала какой-то разрыв, потому что люди старше меня, такие, как, допустим, Генечка Ерофеев, им очень важен был афоризм. Они стремились к афоризму. Они стремились к такому высказанию, даже в жизни. Он не позволил бы себе сказать такую фразу, которую не выбьешь в камне, что все должно быть вот так вот. И не он наден, он просто выражал тот воздух, где искали выражение, как бы, сказать, такое вот, Бронский, который ищет, тоже вы чувствуете, как он ищет, и вот возникает афоризм, который можно запомнить и повторять и так далее. Вот это мне было абсолютно чуждо. Не такое, сила слова для меня не в афоризме заключалась, в совершенно случайном, легком соединении слов, сила которого не в том, что его можно выбить на камне. поэтому вот это вот сильное или правдивое слово, и слово невнятное, а для меня непротивоположное. А что касается, вот пока говорил Саша, я вспомнила, как реальность обходится, она со всеми нами обходится, даже без всяких путешествий, но в путешествиях ты постоянно попадаешь вот в эту ситуацию, как то, что ты думал, с тобой не собирается разговаривать, оно не только разговаривает, оно тебе задает вопросы и заставляет сдавать экзамен. Это очень часто в чужих странах бывает. Вот я вспомнила, как оказавшись однажды в Южной Африке, я увидела там изумительные ударные инструменты и захотела купить такой своему другу композитору, у которого ударные очень важную роль исполняют в его музыке. Подошла к негру, говорю, продайте мне, пожалуйста, вот этот. А он говорит, продам, если повторишь. И сыграл не очень сложную ритмическую комбинацию. Но поскольку мне нужен был этот инструмент, то мне ничего не осталось делать, как повторить, я не могу такого повторить. Вот. И он сказал, для белого неплохо. Продать. Вот разве вы ожидаете, пойдем в магазин, что вас оставят по ритмике экзамену? Да, это хорошая история. Вот это точка ощущения стыда. Именно это ощущение вызывали те самые люди, которые так или иначе были нашими учителями. Вот из этой точки ощущения стыда можно было находиться в присутствии Аверинцева, находиться в присутствии Валентина Евгеньевича, Хализева, такого непроходящего стыда в присутствии Виктора Марковича, живого. Таких людей было очень много. И собственно это был стыд не столько за собственное невежество, поскольку это порог в принципе исправления, который можно излечить искоренимый, но за собственную неточность. Вот первое ощущение, которое у меня вызвали путешествия, это какая-то немыслимая, почти невербализуемая радость о точности. Собственно было так. Но точности совершенно особого рода. Было так. Первые два путешествия я прочитала в захлеб, стоя у стеллажа книжного магазина на Покровке, не отрываясь, там уже все уходили. Я читала-читала книжку, и когда закончила, первая мысль, которая пришла в голову, звучала так. Как хорошо всех жалко. Вот когда я прочитала третье путешествие, ощущение было совершенно то же. Как хорошо всех жалко. Ну, понятно, что в первом, применительно первым двум это ощущение можно бы отнести насчет наших бедных селений, можно бы отнести насчет приграничной полосы эпохи формирования, восстановления границ. Но, собственно, откуда оно может взяться по прочтению прозы, в которой все, в которой так замечательно, так густо населена всем самым прекрасным в мире, прекрасными людьми, прекрасным вином, чудными лавочками, в которых покупают прекрасно бессмысленные вещи. И почему в конце этой прозы, конечной точкой этой прозы оказывается море, которое шуршит мизереры. Вот мне кажется, дело и, собственно, я попытаюсь далее говорить, показать о точности какого рода, точность какого рода я имею в виду. Мне кажется, дело здесь не столько в описываемых предметах, и даже не в неких переживаниях автора по их поводу, но в безупречной, как мне кажется. Иногда ошеломительной, безупречной точности взгляда. Том качестве взгляда, который и позволил вернуть в литературный обиход почти забытую разновидность почтенного жанра путешествий. Вот я ее называю как сострадательное путешествие. Не сентиментальное, Ольга Александровна, не сентиментальное. И именно сострадательное, и первый его исторический исток, его начало, мне кажется, нужно искать в апокрифе хождение Богородицы по мукам. Вот идет первейшее от людей, и вот найдет и все видит и всех жалко. Потом эта линия, конечно же, у Данте. Потом она будет раздваиваться, но это, в общем, долгий разговор, где-то она даст путешествие как аллегорию от Буньяна до Льюиса, где-то она даст собственное сентиментальное путешествие, потом вот в русской традиции она будет уродища, она будет тянуться от родища до венички и исчезнет, потому что сменится путешествием впечатлительно прагматическим. Много красивых и полезных впечатлений, непременно полезных. Вот мне показалось, что три путешествия как раз-то возвращают нас еще в не разделившееся русло, потому что автор ведет не сантимент и не охота к перемене мест, а вот тот совершенно а то, что определяет точность взгляда, вот тот совершенно особый рот внимания и сочувствия, которые позволяют видеть в мире самое главное. Не то, что внешне, не то, что может поразить внешне, а то, что открывается, когда вглядываешься вглубь, а именно, что весь этот странный, безобразный, нелепый, иногда чарующий, прекрасный мир на самом деле жалко. Жалко почему? Потому что, во-первых, он не дан как нечто само собой разумеющееся. В нем все чудо. Все, что там видится, чудо. Дюрер в Брянске, простите, на стенке, это чудо. Его там не должно быть. Бах это тоже, Бах в советской реальности, это тоже чудо. Его там тоже не должно быть. И вот увидите вот такие точки фиксации чуда, как окна в инишний мир можно только, если вот ты знаешь о том, что есть нечто помимо оболочек, нечто за пределами оболочек. Меня поразило в этой книге вот что. Каждое путешествие оказывается в каком-то смысле не путешествием вдаль, а путешествием вглубь. вот туда, где собственно вот эта точка беспомощности человеческой души и возникает. И именно поэтому, это следующее потрясение было, именно поэтому здесь на пути не встречается откровенно и безысходно безобразных людей. Вот такое отсутствие отрицательных героев я наблюдала только у Водхауза. Вот совсем плохих людей нет. Даже там, где они в принципе должны быть. Им положено быть. Собирательные жители Брянском, которые таскают горстями землю, горстями и мешочками землю, чтобы насыпать курган бессмертия, ну собственно делают то же, что вычерпать воду на перском. На самом деле предстает неким совокупным Адамом, который тоскует бессмысленно, неосознанно, но тоскует по тому самому бессмертию. Вот тетки-подавальщицы и дежурные в гостинице, они советские, но за их советской непрошибаемостью обнаруживается такая же советская усталость, такая же советская безысходность. А в мионическом пространстве, то есть на границе, там где может вылезти все, что угодно на самом деле, вот вдруг появляется совершенно по законам сказки волшебный помощник. То есть офицер с глазами доброго детского доктора. Причем из давних, из несуществующих времен. А с другой стороны, это было второе, третье, не менее сильное впечатление, с другой стороны, обитатели райского острова изображены несовершенными ровно настолько, чтобы с ними можно было дружить. Дружить, но не возвеличивать, не обожать, не возносить на те пьедесталы, куда в принципе жалость не долетает. И вот эта нота жалости, вот эта точка жалости ко всему, как мне показалось, сближает три путешествия с одним совершенно непутешественным текстом, а и вообще текстом из другого времени, из другой традиции. Это 48-е слово преподобного Исаака Серина о жалости ко всякой твари. Вот все, кто его читал, помнят, что оно в принципе говорит о вещах очень странных, что есть сердце милующее, возгорение сердца человеческого, обо всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о гемонах и о всякой твари. Ну и далее он рассказывает о том, что, собственно, это возгорение с человеком производит. Оттого и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно, со слезами, возносит он молитву, чтобы сохранились и очистились. То есть вот всех вышеперечисленных о ком, беззаконных, врагов истины, делающих вред и так далее, здесь узнать легко. Они варьируются от пограничников до ремителя православного благочестия. А вот возношением о них, тем самым, становится сам рассказ о них. Вот так. Рассказ, не риторика рассказа, а легкое дыхание речи. Сам утешающий, удивленный ритм повествования, болезнующие интонации, теперь опять в караулку и при лучшем исходе к милиционеру, педиатру, к югославову вестибюлю, к злому прибратнику, за которого я уже с нынешнего утра должна молиться. Это он наказывает на то, что с благородом будешь молиться. И вот это, ну, собственно, тут молитва оказывается не вынужденная, простите, по послушанию. И вот все, что самое интересное сквозь этот ритм вот это легкое дыхание речи, сквозь интонацию прорывается надежда на то, что в них тоже что-то переменится и осуществится. Ну и дальше там про естество присмыкающихся, о котором тоже молятся. И тут мы находим всяческое, правда, присмыкающегося нет, но млекопитающие парнокопытные пернатые в огромных количествах. и последнее и завершается и завершается и завершается и завершается все это чем вот он возносит, возносит, возносит от жалости, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению в этом происходит очень любопытная вещь с этой книжкой. Пока человек путешествует, он внутри действия, он сам герой рассказа. А вот когда он начинает об этом писать, он становится проводником. Вот проводник, вот автор в этой книжке проводник. Причем проводник очень интересный, он ведет нас совершенно в соответствии с известной средневековой молитвой Салевридина Инхакла Кремарум Вали. То есть он нас ведет по слезной юдоле. Но странные юдоли, в которые все время случаются какие-то чудеса. Вот. И показывает там недостопримечательности, а вот так намечает точки удивления. Намечает точки жалости и удивления. И вот когда ты в это занятие втягиваешься, как читатель, втягиваешься, когда ты начинаешь идти следом, то самые, наверное, сильные читательские впечатления я оставляю умные. Я говорю, я сейчас оставляю умные впечатления, я говорю о непосредственных. Вот самые сильные читательские впечатления, ты идешь по юдоле слез, ты идешь по мере, в котором все так, как должно быть в этом мире, но почему-то становишься счастливее. Старый, старый добрый друг, я не буду называть его именем, вчера мы полтора часа говорили про Седокову, а он очень такой квалифицированный богослов. Я спросил, что ты думаешь про философию Седокова? Он сказал, ну, я не знаю, я как-то он стал там. Говорит, вот я очень хочется, хотелось бы ее поймать как-то вот. О чем-то. Я все ждал, ждал, ждал. И вот, наконец, вижу, опа, у нее статья про Банхофера большая. Вот это я знаю. Сейчас мы ее, как бы, я схватил карандаш, статью, как бы, стал читать, читать, чувствовать. Нет, не получается. Так оно все, ну, все так вот про Банхофера невозможно прикопаться. Вот. Так что она в наш путеводитель еще и, ну, не только, как выяснили, ну, может, не только по ее доле слез, в виде нашей не только отчизны, но и всей земли, но еще и по вот, это такой путеводитель по Банхоферу, там, по Аберинцеву, по каким-то таким именам, которые в мире Седаковой тоже, они, как бы, ведь не носят не академический характер, и не какой-то другой совершенно. Эти персонажи делаются частью какой-то внутренней жизни. для включения. Да, у меня всегда ощущение, почему вот и этот тот же тот же самый тот же самый жест, можно сказать, что я слышу, знаю очень много вещей, которые не перестали говорить, но их перестали слышать, и надо, чтобы их слышали, они своего еще не сказали, будь это Данте или Банхофер, то есть моя цель не интерпретация, моя цель дать услышать, что они еще говорят.